Привет, с вами каска. Оптимизация процессора. Звучит как-то странно, неубедительно, подозрительно. Да, в 99% случаев проще всего заменить процессор на что-то более достойное, чем тот бедолага, который трудится у тебя в системе. Каска, как так? Ролик что ли кликбейт? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если ты думаешь, что из своего i3 превратишь в i5, то ты очень сильно заблуждаешься. Я бы сказал, дядь, у тебя что, температура? Но, все-таки есть основные правила, которых следует придерживаться. Неважно, гипердревний процессор, либо тем более уж новый. Я решил немножко схитрить и начать сразу же с агрессивных методов. И будем потихоньку, по пунктам приближаться к тем способам, которые более казуальные. То есть, два клика и процессор оптимизирован. Ты знаешь, что такое калибр? Не-не-не, не то, что у тебя в штанах, а в разы большее. Калибр это бесплатный онлайн-шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как ПВЕ-миссии, так и против других игроков. Но, самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Пункт номер один. Зажарка процессора. Внимание, внимание, я не являюсь спецом в этой сфере. Я лишь обычный кент с твоего района, который ни хера не шарит, но пытается казаться умным. У большинства из вас уже возникнут вопросы. Как? Что? Зачем? Отвечу сразу. Молча, легко, просто. Разгон твоего процессора это самый лучший способ для разгрузки самого процессора и буста FPS. Ну и конечно же затронем оперативную память. На райзенах это база. Заползаем в биос. Как зайти в биос? Не понял, мне послышалось или кто-то кричит? Как зайти в биос? Опа, не стоит задавать такие вопросы, потому что если ты не знаешь, как зайти в свой биос, будь добр, от греха подальше, закрой лучший ролик. Бесов существует большое количество. Я просто физически не смогу показать, где будут находиться те или иные пункты, которые ты увидишь у меня. Придется погуглить, либо поискать самому. Открываем расширенный режим. И в моем случае это вкладка твикер. Тут нас сразу встречает CPU Clock Ratio. У меня процессор Ryzen 5 5600X. Разгонять его в принципе занятие глупое. Я всего лишь залочил частоту. Для того, чтобы во время игры она не прыгала с 3700 до 4000, потом 4200 и так далее. Как я выбрал оптимальную частоту? Никаких инженерных вычислений я не проводил. В Turbo Boost он у меня работает на 4600. И что я сделал? Правильно, просто выставил 4600. Только перед этим отключи все фишки, связанные с Turbo Boost, а также эко режимы. Окей, сохраняем все настройки и делаем перезагрузку системы. Тестируем, бегаем, смотрим. Если нет вылетов черных экранов в течение 30 минут, поздравляю, процессор скорее всего работает исправно. Теперь нам нужно залочить вольтаж твоего процессора. Для того, чтобы у нас не было резких перепадов по температуре. Особенно это касается Ryzen. Ну и как бы там ни было, понизить саму температуру. Для чего мы это делаем? Потому что при достижении высокой температуры, частоты твоего процессора будут понижаться. Для того, чтобы понизить эту же температуру. Собственно, из-за этого у нас происходят фризы, а также понижение FPS. В моем случае где-то градусов 10 я точно убавил. Заходим в BIOS, находим параметр по типу CPU V-Core. Я ставлю 1.25. А тебе же советую почитать на форумах о своем процессоре. Как пацаны его разгоняют, какой вольтаж ставят и многое другое. Это на самом деле лучший вариант. Хорошо, с вольтажом определились. Что делаем дальше? Допустим, у нас максимум это 1.4. На том же параметре CPU V-Core ставим 1.3. Сохраняем. Заходим в Аиду и делаем тест процессора. Если держит стабильно, можешь понизить до 1.275 и так далее. Я хочу сказать о том, что мои слова это не панацея. Ни в коем случае не для новичков. Просто даю пищу для размышления. Если у тебя процессор Ryzen, не забудь отключить SMT Control. Если Intel, тогда гипертрейдинг. В некоторых играх логические процессоры либо плохо работают, либо же вообще никак. Также ты можешь оставить по дефолту и с помощью диспетчера задач, либо того же процесса лассо, каждый раз отключать вручную для определенного приложения. Эти наши логические процессоры. В диспетчере задач выбираем нашу игру. Далее задать. Сходство. И отключаем CP1.3.5.7. Это в моем случае. Процесс лассо сделать это еще проще. Выбираем наше приложение. И отключаем SMT для Ryzen, гипертрейдинг для Intel. По поводу оперативной памяти. Далеко не все об этом знают, а также первый раз слышат XMP профиль. Да-да, если он у тебя отключен в биосе, твоя оперативная память работает не на всю мощность. Даже если написано в магазине или у тебя на коробке 3200, по факту работает на 2600. Для этого заходим в биос и одним нажатием мыши мы включаем XMP профиль. Иногда он может работать неправильно. То есть в биосе определяется как 3200, а по факту 2600. Для этого мы отключаем XMP и вручную задаем частоту. Более подробно я рассказал в своем ролике по оперативной памяти. Кстати, рекомендую посмотреть. Мало ли. Раз уж мы коснулись оперативной памяти, я просто обязан тебе сказать, что на Ryzen'ах частота оперативной памяти неотъемлемая часть процессора. Объясню для самых маленьких. Чем больше частота оперативки, тем лучше производительность процессора. Пункт номер 2. Обновить мать. Точнее обновить чипсет материнской платы. Делается проще простого. Вбиваешь эту команду в поиски, смотришь название своей материнской платы, далее Google, пишем скачать чипсет и название матери. Обязательно ищем официальный сайт производителя. В моем случае это AMD.com. Далее скачать и делаем быстренькую установку. Теперь перезагружаем твою систему. Раньше после установки чипсета на процессоре AMD у нас появлялась новая схема электропитания. Сейчас, насколько я правильно понял, на новых процессорах от этой идеи они отказались. Пункт номер 3. Электропиталово. Да что ж сынок ты делаешь, я же не расплачу за коммуналку. На рабочем столе нажимаем на поиск, пишем панель управления, ставим мелкие значки, электропитание и выбираем высокая производительность. При большущем желании можешь вбить эту команду Windows PowerShell, далее выбрать схему электропитания на максимальную производительность. Особенно хорошо работает на ноутбуках. На ПК тоже неплохо. Если ты думаешь, что это все чушь, никак не влияет на производительность твоей системы, внимание, производительность это не только повышение фпс, а также через год выведет твой компуктер из строя, то рекомендую ознакомиться с моим роликом на эту вот замечательную тему. Да, ссылочки все будут в описании, а также в правом верхнем углу. Как ты заметил, каждый последующий способ становится все проще и проще. Пункт номер 4. Высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ на пуск, диспетчер устройств, далее системные устройства, опускаемся вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключаем устройство. Что это такое? Сейчас расскажу. Буквально минутка. High Precision Event Timer, то есть высокоточный таймер событий. Это аппаратный таймер, отвечающий за связь процессора жестким диском, видеокартой и другими устройствами для обеспечения максимальной пропускной способности. Задачей таймера является подсчет количества системных событий, связанных, например, с доступом к жесткому диску. В момент, когда предварительно установленное значение будет достигнуто, создается прерывание. Процессор приостанавливает текущую программу и реализует связанные с новой командой код. Отключение высокоточного таймера событий позволяет осуществлять неограниченный вот вывод и приводит к очень сырому и чрезвычайно отзывчивому соединению между тобой и твоим ПК. Это также удаляет микрозаикание и подвисание экрана. Выходит, что с включенной функцией таймера H-PET происходит потеря 3-4 кадра в секунду. Соответственно, с выключенной функцией снижается вероятность зависания. Пункт номер 5. Софт, который работает, а может и нет, знакомьтесь. Quick CPU. По ссылке в описании переходим на официальный сайт производителя. Загружаем программу. 32 бита лишь я 4 выбирай сам. Делаем установку. Выбираем схему электропитания, которую мы ранее активировали. Ставим все на 100%. То есть буст, чтобы все полыхало, горело. Это то, что нам нужно. Нажимаешь Apply и делаешь это перед каждым входом в игру. Пункт номер 6. Ооо, это то, что я люблю, а вы ненавидите. Твики реестра. А точнее, только системный приоритет. Где его скачать? По ссылке в описании. Тебе включится, скорее всего, рекламка. Не переживай. Крестик-крестик загрузить. Либо же напиши мне в Дискорде, я тебе скину прямую ссылку. Для самых талантливых оставлю путь, а также значение, которое необходимо ввести вручную в реестре. Как это работает? Нажимаешь ПКМ на системный приоритет, далее Изменить. И можешь посмотреть уже повнимательнее. Здесь у нас и GPU Priority, и просто Priority, категория High и так далее. Если вдруг что-то случилось страшное, не переживай. В этой папочке у нас есть Backup. Так и написано. Backup системный приоритет. То же самое, нажимаешь ПКМ и слияние, либо же запускаешь, как обычно, приложение. Разницы нет. На этом наши пунктики закончились. Я не даю никакой гарантии, что у тебя повысится производительность. Но, давай признаемся, тема интересная, да и сам ролик, как теория тоже. Если что, у меня есть плейлист с такими вот роликами, абсолютно на различные и полезные темы. По типу, скрытые настройки Nvidia, один параметр, который может повысить FPS, настройка видеокарты, как AMD, так и Nvidia, а также огромная куча, как по мне, полезных роликов. Ссылочка, как обычно, в описании. Буду благодарен за большие пальцы вверх, а также подписку на канал. Желаю тебе большого FPS, как у афроамериканцев между ног. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok